здравствуйте серебряный лицей кто вы подожди твой голос он знаком мне ты дважды обманул меня я убью тебя а ну иди сюда так предыдущая серия значит владение шахтерскими островами 1 найдено огонь вот он красивый и что самое главное первая связь между мир сам спустя целый сезон спустя сезон голос времени да это лишь поверхностная информация про предыдущую серию а вообще давайте расскажу поподробнее всем привет дорогие друзьям я лу ложка добро пожаловать в 13 огней поехали и снова всем привет дорогие друзья я лу ложка добро пожаловать в 13 огней сезон в котором мы мы бога ради я не знаю чего начать событий дофигищем короче мы нашли молот монту что является одним из огней вот он такой красивый узнали что синдбат реально крутой картограф и умеет не только болтать помимо этого потопили целый остров и внимание впервые спустя огромное количество времени с нами связался междумирец последний раз хоть каком-то обличье мы его видели примерно год назад реального времени еще в сезоне идеальный мир из всего что он сказал мне особенно запомнили слова про то что он уже помнит как я находил молот но как он это помнит если я нашел его по сути вот только только на еще представьте себе он назвал джодаха моим глупым пернатым другом глупым потому что джодах думает что якобы видит будущее междумирец явно дал понять что время куда более сложная штука а еще это долбаная вселенная которая всегда стремится к порядку чё тебе непорядочно то а вот люди сидят болтают все же нормально короче хоть междумирец и назвал джодаха петушком он настоятельно зарекомендовал мне найти его ибо джодах может помочь в чем помочь пока что неизвестно но но внимание внимание у меня есть шикарные новости ребята прямо сейчас я нажимаю на букву а и нажимаю на кирку и тадам в предыдущей серии это выглядело вот так а теперь здесь появилась кнопка шахтерские острова я еще не нажимал специально для серии оставил но перед этим давайте попробуем сюда нажать нет эта кнопка еще не работает шахтерские острова 3 2 1 что это охрана объекта стражники шахты необходимы для безопасности что погоди то есть все таки это реально прокачка острова так еще раз еще раз что здесь есть рабочая сила ваши шахтеры они будут добывать доступные ресурсы улучшение нанимает дополнительных шахтеров для работы увеличивает скорость добычи ресурсов так а у меня камень и уголь а окей а куда это все складируется сюда нет сюда тоже нет я так понимаю то что тот самый сундук сторителлинга да вот этот здравствуйте да нет тут тоже ничего не появляется а погоди так я же ничего не прокачал у меня все нулевого уровня ну-ка это чё такое спелеология добываемые в шахте ресурсы отображаются в ячейках сверху да то есть получается сейчас только камень и только уголь улучшение позволяет вашим рабочим находить новые рудные жилы увеличивает количество и шанс добычи редких ресурсов ага и стоит это серебряный скоробей бога ради за что мне и так тут на прокачке не хватает кстати у меня так много ауритеховых надо бы потратить это точно такая чё такое склад место для хранения ваших ресурсов доступен как в шахте так и на корабле коменданта а то есть получается ресурсы хранятся здесь в шахте и где-то на корабле данное улучшение увеличивает емкость сундука позволяет хранить больше добытых ресурсов увы пока что никто ничего не добыл но это потому что я не прокачал поэтому давайте сделаем это рабочая сила все первый уровень так и чего я получается нанял работяг да эти работяги где-то появились просто вот здесь они и так копали а там там может быть кто-то появился и привет как же это работает то черт возьми мне конечно вот это больше всего интересно охрана объекта улучшение нанимает дополнительных стражников для охраны шахты увеличивает защищенной шахты и снижает шанс захвата что то есть погоди вот это могут захватить в общем это реально крутая геймплейно сюжетная фишка но пока не понятно как это работает вот допустим тут тоже есть какой-то сундучело но это явно не то что нам надо да да щащая погодите пару месяцев и я точно куплю себе новую кирку таки может быть и вы говорю тебе я поклялся даже пить бросить когда увидел что остров просто исчез ага конечно чтобы ты бросил пить серьезно видит монту я больше не притронусь к бутылке нога ну понятно все обсуждают отсутствие островом оно как будто очевидно от острова осталось только маленькая деревянная балка которая к этому острову вела но это не отвечает на вопрос о чем мне нужно делать то я на корабле побывал я вот уже здесь побывал тут вроде бы ничего такого синбат кто-нибудь да вроде пусто хотя погоди ка есть одно местечко в которое я не заглядывал ну-ка о ну наконец-то привет лолошка ты вчера здесь ночевал я тебя не видела даже начала волноваться что вчера произошло на острове синбат уверил всех жителей что в шахте якобы был природный газ который якобы взорвался но я-то понимаю что все шахты между собой были связаны и мы уже взрывали другую там не было никакого газа лололошка что случилось блин леди акетра почему вы такая умная о какой вопрос а акетра кто такой джодах фига себе так погоди солгать все было как рассказал синбат леди акетра синбат был прав леди мы действительно нашли в шахте огонь вау на самом деле я уверен то что акетра ничего не скажет про джодаха она точно про него не знает ну как будто это очевидно давайте вот это синбат был прав мы действительно нашли в шахте огонь молот монту что покажи-ка хотя стой стой нет не показывай не здесь пойдем на корабль к бурису обсудим все вместе плюс там безопаснее за мной ладно так а то что я на перевес этой штуковины хожу это не страшно о хорошо что вы здесь бурис ушел на сушу разговаривать о чем-то с фарахом а в этот момент господин мореплаватель считает что это отличный повод досаждать нам со с дэриком не не мне синбат если что совсем не досаждает наоборот я с открытым ртом слушаю его истории да потому что вы готовы верить в любые небылицы полегче полегче а бдишка а ты не слишком ли много я себя возомнила предполагать что мои героические истории это какая-то выдумка это немыслимо ну ну вы слышали его вы слышали ложка покажи ему покажи ему огонь тогда уж посмотрим как он заговорит но ложка показывает вот он вот боже боже это же молот монту легендарный молот который монту ударила землю чтобы вознестись к селе сет это он позже точно это он говорят что он обладает волшебными магнитическими свойствами притягивая к себе всю руду что находится неподалеку то вот она тогда понятно что случилось третьим островом взяв молот в руки ложка активировал его силу вся руда шахты устремилась прямо к нему нет 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 я не понимаю вот так всегда с вами скептиками доказательства прямо у тебя перед глазами а единственное что ты можешь сказать это жалко я не понимаю ты серьезно нет люди не должны обладать божественной силой синбат представьте себе что будет если этот артефакт попадет не в те руки я уверен в ложке до конца но но даже самому себе я бы такое не доверил ну вообще ты прав это да да взмахом этого молота можно сравнять все шахтерские острова с песком да что там шахтерские весь мисор да ребята теперь когда мы уже абсолютно уверены что то и фэту находится за огнями надо выяснить зачем они им что они собираются с ними делать ох 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 почему у меня такое чувство что ничего хорошего с дэрик так все просто потому что так и есть я еще вчера рассказывал о ложке что то и фэту наверняка связан с властью я не удивлюсь если окажется что все их действия совершаются с согласия самого фараона господи если это так то мы должны их опередить а лучше вообще остановить леди а вы то хоть не забывайте противостоять нам будет не какая-то группа дураков а тайное общество которое скрывало свое существование десятилетиями леди и что ты хочешь этим сказать синбат что нам не стоит даже пытаться да не 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 я не это имел ввиду я про то что если кто-то не готов в этом участвовать лучше отказаться от этого прямо сейчас я я я пожалуйста я хотел бы отказаться такая жизнь не для меня я много раз об этом говорил леди а кетра госпожа вы же знаете я всегда буду вам служить я сделаю все что вы попросите у абдов нет выбора и голоса но ваши служанки научили меня что нужно учиться сынить себя и свои чувства если вы позволите мне остаться в стороне от этих приключений я буду выполнять другие ваши поручения с еще большим усердием госпожа господи абди встань но подумай сам разве будет мне полезен тот апт которого я буду заставлять делать то что противоречит движению его сердце ну разве будет он выполнять приказы с тем рвением что приведет к лучшему результату а нет 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 значит никакой рациональной причины заставлять тебя участвовать наших делах у меня нет значит ли это что я могу продолжать подметать ваш дом и доставать кувшинки из бассейна до абди конечно спасибо значит значит я могу и разговоры ваши дальше не слушать я побежал ну ладно не часто удается абди чем-то порадовать на уж леди а кетра я я простите что прерываю вас но у меня есть одна идея которую нужно реализовать пока мы не уплыли так а ну-ка говори с дэрик я я просто как мы можем противостоять тайному обществу о котором ничего не знаем с дэрик поподробнее пока что я не понимаю в чем твое предложение я имею ввиду что у нас есть возможность пообщаться с его членами один из которых кажется обладает среди своих некоторым авторитетом леди а кетра так а господи ложка ты-то хоть понимаешь о чем он говорит а да я более чем понимаю о чем он он про салмана муджалида и кстати вот мы можем пообщаться с салманом муджалидом мы знаем что он один из них мы этого кстати еще вроде не говорили люди которых мы завалили в шахте могут быть все еще живы один из них был в серебряной маске кстати а ведь и правда далеко идти не надо слушайте леди я понятия не имею чего вы меня то спрашиваете но это я точно не нажму короче либо первое либо второе но во втором варианте даже далеко ходить не надо потому что тот человек в серебряной маске помните две серии назад он еще на входе стоял с ним я так понимаю мы можем поговорить если он еще остался в живых но остался ли он живых ну давай попробуем но да вот именно тот самый в серебряной маске ложка я так рад что у нас с тобой мысли сходятся да извините что перебиваю слушайте а ведь это правда мысль только как вы собираетесь с ними общаться если вы их уже завалили убили синбад если бы ты тогда не сбежал ты бы знал что мы успешно завалили камнями да 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 это то все понятно я знаю что у вас там все прошло успешно вы молодцы но как ты будешь ними общаться через каменные завалы с дэрик думаешь они течу услышат что ли о ой блин а об этом я не подумал как-то простите ребят плохая идея да погоди погоди с дэрик может быть не такая плохая при входе в шахту есть штольня которая проходит совсем рядом с нужной нам это же то что нужно так мальчики а что такое штольня да это примерно то же самое что и шахта леди а кетра не обращайте внимание на синбада ну да ну да не обращайте внимание как бы вы ни старались меня игнорировать вам придется ко мне прислушаться понятно потому что только я знаю место где два коридора проходит ближе всего друг другу а откуда ты это все знаешь а синбад да вы что серьезно вы меня вообще не слушаете а все мои рассказы про то что я картограф а хоть кто-то вообще меня слушает или нет я составил подробные карты этой шахты еще до появления ту и фету на хоть кто-нибудь ну хоть кто-нибудь здесь ко мне относится серьезно ну ну синбад не нужно не злись ты же это он леди а кетра вообще с тобой второй день только знакомая ох да уж прости что задело твои чувства синбад но с дэрик все-таки прав я тебя еще совсем не знаю потому не могу быть уверена можно ли тебе доверять но ты сам только что обозначил какие серьезные противники нас ожидают тот факт что ты до этого противостоял всей этой системе в одиночку вызывает восхищение но одновременно и с этим подозрение да я вообще лучший самый сильный самый-самый умный крутой но я бы хотел вам сказать что я стал картографом потому что я влюблен в миссар и я сделаю все чтобы защитить его чтобы очистить его от этого зла и я я тоже и я я с вами и я наверно и я как это мило блин это очень прикольно прикольная стены так и где мы что мы как мы ухты какой переход переход 10 из 10 хочу похлопать 10 из 10 пушка пушка гонка так в итоге мы идем получается разговаривать с тем самым серебряно лицем или как его там называют короче с маской крутой да да нам сюда ну до этого мы и сами могли догадаться синдбад спасибо а это я просто проигнорирую за мной все стебут синдбада господи бедняга синдбад он же ведь реально крутой мы это поняли в предыдущей серии к нему относиться не серьезно нельзя он в одиночку противостоял такой системе может быть он там свои какие-то планы и цели имеет возможно не самые радужные по отношению к нам но пока что мы точно понимаем что у него не не глупый мозг это точно ну вот мы пришли отсюда можно долбить стену только не используй молот монту уйдем под пески всей толпой ребята синдбад мы что просто возьмем и откроем им путь на свободу что ли как ты себе это представляешь как вы себе это представляете эй с дэрик с дэрик угомонись они там сидят уже три дня без еды и воды уверенно они не смогут дать нам хоть какого-то серьезного отпора но да лолошка будь осторожен пожалуйста так в общем такой план а кетра и я останемся здесь вы лолошка со с дэриком идете внутрь мы подстрахуем вас вот найдите серебряно-лицева быстрее окей так ты за мной идешь да смотри мне прям показывает где копать ладно копаем получается вот эту территорию а ты посмотри на мини карту боже сколько их там ладно я так понимаю то что я все правильно делаю молотом монту нельзя копать да я просто если мне сказали не копать молотом монту я не буду игнорировать это потому что ну мало ли просто в предыдущих сезонах если мне говорили что-то не делать и если я делал это происходило полная жопа катастрофа поэтому мы сейчас прокопаем обычной кирочкой сколько там еще копать то надо бога ради я уже уже вот по идее вот прям здесь слушай мне кажется что нужно копать вверх да у меня есть стойкое ощущение что я немножко не туда взял и надо просто копать вверх по крайней мере если вспоминать как выглядит шахта да поэтому где-то тихо господи боже я испугался нет у меня кирка сломалась алмазную я не могу использовать черт 1 это убираем верстак создаем ставим делаем новую кирку и я же да 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 вот оно здравствуйте так всем плевать на меня дай по серебряной лицей кто вы как вы сюда попали вас прислала дана опа дана это не та ли самая девушка в золотой маске о которой говорили в предыдущей серии ладно чем можем ответить нет мы пришли покончить с тобой но сначала нам нужны ответы запугать сделать секретный жест то есть погоди он не понимает он не понимает то что мы не пришли его спасать он думает то что мы стоя фету на хоть даже маски нет говори в чем главная цель то и фету на давай вот это сделать секретный жест слава слава богу фараону говори что здесь произошло нам нам помешали я не знаю я не знаю кто они они завалили нас в этой пещере а потом я я убил всех своих братьев по одному нас ждала ужасная мучительная смерть я не мог допустить чтобы братья страдали у нас не было надежды на спасение поймите хорошо в чем главная цель той фету на конечно же в установлении вечного царства фараона в мисре и за его пределами но почему вы спрашиваете вы что проверяете меня кстати почему вы без масок какой ветви вы относитесь ты знаешь что нашим братством запрещено задавать такие вопросы к ветви салмана муджалида великого жреца бога монту ветви я тебе что дерево какое-то так ну тут либо первое либо второе ты знаешь что нашим братством запрещено задавать такие вопросы вот да я я прошу прощения но вы просто явились без масок я если вы как и я ноги то и фету на я ждал увидеть ваши серебряные маски назовите же мне ваши головы я назвал вам одну свою дана теперь ваш черед а головы дана это получается одна из тех кто ходит в золотой маске всего кто и фэту не есть 8 людей которые ходят золотой маске потому что помните в записке был написано то что то и фэтун имеет 8 голов получается Салман Муджалит это одна из восьми голов А также есть еще какая-то женщина Дана Мы пришли, чтобы покончить с тобой, мне надоела эта игра Нет, сначала назови остальные головы Запугать Мне знаете, очень нравится, как он отвечает мне Прям в легкую Он боится смерти, поэтому мне кажется, если мы запугаем То он нам все расскажет Что остальные? Ты хочешь, чтобы я назвал вторую голову, да? Стой, подожди Нет Подожди, твой голос, он знаком мне Черт, это же ты Ты дважды обманул меня Провел одним и тем же трюком Это ты притворялся Тариком, да? А, я убью тебя Сдерик, убирайся отсюда А ну, иди сюда Давай Эй, есть кто живой? Убейте предателя Че? Не понял? Я-то думал, что вы погибли А ну, шел вон отсюда Давай, давай, ну, давай Емать Так, ладно, стоп Стоп, чел, ты реально много сносишь Че, какая у тебя атака? Давай, смотрим Ай! Вау, 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 вау Чел, чел, чел Жестко, жестко, жестко Я как бы не ожидал Ай, бляха Да как тебя убивать-то, если я не могу даже подойти к себе? А, стоп, у меня же меч есть Так Он блокирует мои удары! Как тебя бить? Тварино, это невозможно! Так, ладно Ща найдем Вот, точка сверху Вот он блокирует Давай, как-нибудь, как-нибудь Ладно, плохая идея Как мне его убить? Он блокирует Я жду Кстати, я щас умру Я щас умру Я тихо Ай, 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 ай Все нормально, все нормально, все нормально Жить, 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 пожить, пожить, пожить Так Закрыться Думаешь, победишь меня? Мне понять, как тебя убивать, чел? Ребята, ребята, я понял, как нанести ему удар Все, я узнал Надо дождаться определенной атаки Вот этой Походу, да Походу, это она Да! Да! Он в этот момент устает Короче, надо дожидаться выпада Ну, что ж Ладно Давай свой выпад О, давай вот так вот Через котел А! О, слушай Оказывается, это не просто какой-то выпад Это еще и телепортация через блоки Этот котел в какой-то степени мое спасение Так, выпад О, господи Ну, наносит он правда много урона Прям дофигища Если бы не регенерация, я бы давным-давно трупом стал Ааа, 11, 11 11 всего лишь хп О, сейчас ты немножко покрутишься Мы тебя разведем Мы тебя тотально разведем Давай Вокруг бревна Все Все, все, могу Могу Где ты? Стоп, где? Что? Ты? А, вот Я потерял его Ну, давай Опять получается крутиться Да, конечно, будешь крутиться Но у меня хп половина осталось Даже Супер мало Супер мало Меньше половины Так, вот Все хорошо Хорошо, давай Да 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 Я 10 минут с ним дрался О, лоложка Хорош Герой Мы в тебе и не сомневались Ах, не сомневались, да? А кто говорил, что тот серебряно лицей Завалит лоложку С двух ударов А это О, слушайте Давайте, наверное, выбираться отсюда Так душно в этой шахте Нечем дышать Синбад Так, так И получается Ты говоришь, что серебряно лицей Назвал себя ногой, да? И у него есть при этом какие-то головы Да Я тоже так поняла Одну из голов Зовут Дана Ага Да А вторую голову он не сказал? Нет, Бурист Кстати, привет Ну Вот хора Да Непонятно Кто такая Дана? А, стой Стой Подождите-ка Ребята, кажется, я понял 8 голов И 16 ног Если у каждой головы по две ноги То все же сходится Кстати, реально гениально Да вот как раз не сходится, Синбад Не сходится Да уж Ты картограф, а не математик Сразу видно Лололожка же сказал У каждой ноги по две головы Получается, что 8 голов И 8 ног Ну Ну Ладно, я думаю, что так и есть, да Я думаю, что 16 ног тут не буквально А скорее фигурально Значит, получается У каждого в серебряной маске Есть два покровителя в золотых Угу Таким образом Можно сохранять анонимность Внутри группы Ох, блин Как они это все продумали-то, а? Да, точно Поэтому, когда Лололожка сказал Что нельзя обмениваться именами Тот даже не возразил Потому что Действительно нельзя Угу И поэтому они все время Носят друг перед другом маски Чтобы никто Не знал личности другого Знаете Мне кажется, что мы Здесь находимся Слишком-слишком долго Самое время возвращаться В Нарфанис А Чё не... А? Эй, Лололожка Я не понял Хора тебе в лицо Ты чё тут торчишь-то весь день, а? Все уже давно ушли Тебе что? Особое приглашение какое-то надо Или как? Я спать, если что Пока Никто даже возражать не стал Типа Нам пора возвращаться в Нарфанис И Все Мы в Нарфанисе Это было быстро И чё, мы реально все? Здесь? Как говорится Добро пожаловать обратно в Нарфанис Только погоди А у меня же здесь остались Вот эти прокачки И это даже не одна прокачка Тут получается еще что-то будет У меня денег 252 у Тена Давайте вот Прокачаем за серебряный скоробей Спелеология Улучшение позволяет вашим рабочим Находить новые рудные жилы Увеличивает количество И шансы добычи редких ресурсов Допустим Оооо Теперь у нас добывается железо А следующее стоит 15 железных скоробеев Пи-пец Дорого Там говорилось о том-то Что вещи будут спавниться Не только в сундуке Но еще и на каком-то корабле Неужели это вот этот корабль? Да нет Он должен так и называться Сундук Стори Теллинг Тут такого нет То есть это должен быть сундук На каком-то другом корабле Но какого-то другого корабля Я не вижу Может быть здесь Ооо Стоп Корабль Зарифа А ну да Он же сказал то что вернется в Нарфанис Точно Зариф Ты кстати здесь? Нет? Ладно Противостояние Туэфэтуну Маска Междумирца Секреты Тайного Общества И первый найденный огонь А Кстати не забываем еще и про прокачку островов Все это буквально предыдущие две серии Что будет дальше? Страшно представить Потому что такое ощущение что Сезон не будет останавливаться Нам ярко дали понять что во всем этом замешан даже бог Фараон Ооо Неспроста вся эта история крустится даже вокруг Междумирца Ох неспроста Еще и боги об этом говорят Мы знаем пока слишком мало Но если вы хотите так же как и я узнать дальше Не забывайте пожалуйста подписываться и ставить лайки Поверьте все эти нажатия Все эти клики Они правда помогают прокачивать канал дальше Больше Сюжет становится все круче и лучше Те кто смотрит канал последние несколько лет Это определенно заметили Я надеюсь честно говоря Поэтому да Пожалуйста Ваши нажатия они Ну правда учитываются Спасибо большое Если не пропустили мимо ушей А если вы здесь впервые То можете еще и позвать друзей А с вами были Лоложка И Очень жесткая Сложная битва Всем удачи Всем пока Пока-пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok